Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте! У микрофона Мерия Масаналы. Оживление оппозиционных сил проведения акций протеста в весеннее или в осеннее время в нашей стране стало привычным. Однако в этом году кыргызстанцы встретили весну довольно спокойно. Также в последнее время наблюдается заметное уменьшение количества митингов. Если в 2013 году было около тысячи акций протестов, то в прошлом году этот показатель снизится в два раза. Тему продолжит Айтунук Нурдинова. Оживление оппозиционных сил проведения акций протестов в весеннее или в осеннее время в нашей стране стало привычным. Однако в этом году кыргызстанцы встретили весну довольно спокойно. Также в последнее время наблюдается заметное уменьшение количества митингов. Если в 2013 году было около тысячи акций протестов, то в прошлом году этот показатель снизился в два раза. Сегодня, когда мы наблюдаем последствия арабской весны во многих странах мира, нам, конечно же, вспоминается, что арабская весна началась через 9 месяцев после очередной революции в апреле 2010 года в Кыргызстане. И я абсолютно убежден, что отныне Кыргызстан свою верную дорогу нашел. Мы идем путем демократии. Впервые за 10 лет этой весной в Кыргызстане, включая меня самого, мы уже не готовимся к очередной революции или перевороту, или каким-то войным беспорядкам. Мы просто ждали весны. Заявил глава государства Амазбек Атамбаев на церемонию вручения верительных грамот послами иностранных государств. За три месяца текущего года на территории республики прошло 90 митингов. Все они не имеют массовую окраску, сообщают в правоохранительных органах. Однако поменять общественно-политическую ситуацию могут предстоящие парламентские выборы. Ситуация стабильная, дай бог. Уже энергетический кризис, скажем, миновал. На носу праздничный к 70-летию и очень ответственная наша миссия по вступлению в АЭС. Я думаю, мы должны относиться ответственно и депутаты, и министры, состав правительства, даже оппозиционеры. Самая главная борьба будет очень. Отмечает депутат Джоркене Шаканбек Иманалеев. Однако, по мнению представителя оппозиционного движения, независимого депутата Равшана Джиенбекова, именно вступление в Евразийский экономический союз может послужить поводом народных волнений, так как в стране и так тяжелое социально-экономическое положение. Мне кажется, повлияет. Мы сегодня еще не вошли, но цены достаточно сильно выросли. Везде. От сумма до элементарного хлеба. Цены сильно выросли. После того, как мы войдем в таможенный союз, мы будем в едином экономическом пространстве. Это говорит о том, что цены примерно в Москве, в Алмате, в Бишкеке должны равняться. Это закон экономики. Поэтому цены будут еще расти. Поэтому после вхождения таможенного союза, я уверен, социально-экономическое положение будет еще больше ухудшаться. Считает он. При этом эксперты и народные избранники отмечают, что крупных митингов в стране до выборов не предвидится. Однако дальнейшая стабильность страны будет зависеть от проведения парламентских выборов, так как именно результаты выборов стали основной причиной народной революции в 2005 году. В случае, если выборы будут организованы честно и прозрачно, то я не думаю, что это будет поводом для каких-то возмущений. Естественно, власть всегда будет обвинять в том, что она использует административный ресурс. Но я думаю, что откровенное использование административного ресурса, конечно, может привести к определенным волнениям. От того, насколько честно и прозрачно пройдут выборы, будет зависеть и вообще дальнейшее наше развитие, поступательное движение вперед. Говорит депутат Джоркенеша Даняр Тербешалиев. Также волну недовольств среди кыргызстанцев во время выборов может вызвать новый метод избрания. Так как исторически сложилось, что несовершенству избирательных списков служили причиной протестных мероприятий. Как отмечается, на сегодня собрано более 2,5 миллиона биометрических данных. Несмотря на то, что правительство уверяет, что успеет в строк, представители гражданского общества считают, что необходимо предусмотреть альтернативный вариант. Конечно, это новые технологии, и поэтому здесь важна очень большая государственная информационная компания. Конечно, есть опасения, что время очень маленькое осталось, и поэтому собрать 100% данные всех избирателей будет сложно, и поэтому надо рассматривать какие-то другие варианты, каким образом это будет решаться, если мы не успеем в строк. Парламент эти вопросы должен рассматривать. Но парламент сейчас уже принял законы. Конечно же, там есть ограничения для партии. То, что 5 миллионов залог приняли, я считаю, что это плохо, потому что это препятствует молодым партиям, которые не имеют таких больших денежных капиталов, участвовать на выборах. То есть это большой риск для них. Рассказывает руководитель коалиции. За демократию и гражданское общество Динара Ушурахонова. Тем временем тень на общественно-политическую стабильность бросают догадки вокруг доставки в американское посольство в Бишкеке таинственного груза из Абудаби. Эксперты высказывают мнение, что появление посылки, а это несколько контейнеров общим весом 152 тонны, непосредственно связано с предстоящими выборами в Кыргызстане. Поскольку все контейнеры значились как запрещенные к досмотру дипломатического почта, кыргызстанские СМИ приводят аналогию с подобной ситуацией в Украине. Когда спецслужбы этой страны выяснили, что США во время украинского Майдана осенью 2013 года двумя самолетами доставили 60 миллионов долларов наличными. Предположения о цветной революции перед выборами появились и у отдельных лиц. После прибытия временного посла США в Кыргызстане Ричарда Майлза. В автобиографии Ричарда Майлза, оказывается, где бы он ни находился, там беспорядки створились, там революции створились. Например, в последний раз он в Грузии на месте Эдуарда Шевжназа, там Саакашвили привел. Азербайджан на месте ЛЧБ, там клан гейдералиевых пришел. Говорит лидер движения чистой оппозиции Назарбек Нышанов. Организацию массовых беспорядков на территории страны со стороны оппозиции и вмешательство внешних сил исключает независимый депутат Равшан Джейенбеков. Скорее всего, до выборов возможно будет спокойно, тихо, если только правительство не совершит какие-то серьезные ошибки. Потому что все-таки митинги, дестабилизации, они связаны не с оппозицией. Этому доказательство, опыт наших последних 10-15 лет. Оппозиция, как бы сильная ни была, она самостоятельно не может собирать людей на пустом месте. Больших каких-то митингов не предвидится. Но все зависит от выборов. Подчеркнул Равшан Джейенбеков. В то же время лидер фракции Арнамыц Феликс Колов считает, что на сегодня нет ни одной силы, способной поднять массово население страны против действующей власти. Опыт показывает, что в сегодняшней ситуации не найдется ни одного лидера, ни одной организации, которая может поднять массово население страны против действующей власти. Заявил лидер фракции Арнамыц Феликс Колов. В свою очередь, представители правоохранительных органов отмечают, что все силовые органы готовы обеспечить безопасность страны, как во время выборов, так и после. Мы постараемся обеспечить, во-первых, все условия для проведения честных, открытых выборов в соответствии с существующим законодательством. А если кто-то будет действительно идти вразрез с законом, естественно, будут приниматься меры в соответствии с законом. Сообщает вице-премьер-министр по силовому блоку Абдрахман Маматалиев. В то же время правоохранительные органы заранее просят население не поддаваться провокациям. Ведь процветающую страну можно строить только в условиях стабильности и мира. Айтону Кнурдзинова специально для ИВПР. Правоохранители и гражданские активисты бьют тревогу. За последние несколько лет количество фактов торговли людьми увеличилось. Речь идет о сексуальном рабстве за рубежом, когда граждана Кыргызстана обманом выводят из страны и заставляют заниматься проституцией. Увеличивается и число насильственного удержания и эксплуатации людей в хозяйстве, как в Кыргызстане, так и за ее пределами. Об этом подробнее Искандер Алиев. Правоохранители и гражданские активисты бьют тревогу. За последние несколько лет количество фактов торговли людьми увеличивается. Речь идет о сексуальном рабстве за рубежом, когда гражданок Кыргызстана обманом выводят из страны и заставляют заниматься проституцией. Увеличивается и число насильственного удержания и эксплуатации людей в хозяйстве, как в Кыргызстане, так и за ее пределами. Такой факт зарегистрировали недавно в Иссык-Кульской области. Жителя села Ойтал Туганбая Алишерова насильно удерживал и заставлял заниматься тяжелым трудом некий Талайбек Учкуртаев. Пострадавший уже написал заявление в прокуратуру, и вот что он нам рассказал. «Позавчера что ли позвонили, что республиканская прокуратура сделалась за это дело и сказали, что добьемся до конца, чтобы делали все, чтобы меня не трогали вообще». Заявил Туганбай Алишеров. Туганбай работал в управлении строительства дорог в селе Ананьево. С осени прошлого года он перестал ездить к родственникам. Они же искали его четыре месяца и нашли только 4 апреля в Кашаре на окраине села Бустыри. Замначальника УВД Иссык-Кульского района Эрик Абделдаев сообщил, что начальника ПОМА, который привез Туганбая в Кашару, уволили и возбудили уголовное дело. По факту торговли людьми в 2014 году МВД возбудило 19 уголовных дел. В этом году пока четыре. Большинство жертв входят в так называемую категорию попавших в трудовое рабство. Начальник управления уголовного розыска МВД Соломат Абылов рассказал, что борьба с такими преступлениями идет повсеместно. «Трудовое рабство. Это используют их в сельском хозяйстве, на полях, либо смотреть за скотиной, либо в других производственных целях эксплуатировать». Говорит начальник управления ГУР МВД. Намного тяжелее идет борьба против вовлечения гражданок Кыргызстана в сексуальное рабство. Чаще всего это происходит на территории России, Казахстана, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии, Китая и Кореи, а в последнее время и в Сирии. Расследовать такие дела очень тяжело, ведь преступления совершаются за пределами Кыргызстана, вне его юрисдикции. Видите, сложно в чем составляет, в том, что здесь уголовные дела мы возбудить не можем. Нам по приезду девушки обращаются к нам с заявлением, однако вот эти все заявления мы не можем рассмотреть, потому что опять-таки преступление совершается на территории другого государства. Дополнил Адылов. Девушек вовлекают в сексуальное рабство обманным путем. В Кыргызстане есть фирмы и люди, которые предлагают работу за границей, связанную, например, с торговлей и обслуживанием. Так называемые работодатели покупают им билеты. По прилету у девушек отбирают паспорта, и вот что им говорят. В течение недели их держат, говорят, вот сегодня работа будет, завтра будет работа. Неделя, 10 дней проходит, им говорят, вот пока вы ехали, здесь вакантных мест не осталось, работу не можем вам найти. Так вы можете ехать, но вы нам должны заплатить за визу, за дорогу, за то, что вы здесь проживали, и предъявляете им счет где-то около 2,5-3 тысяч долларов. Наши девушки потом говорят, ну, мы сюда приехали работать, денег у нас нет, как мы вам расплотимся? И вот тогда им говорят, вот есть вот такая работа. И вот таким способом наших девушек вовлекают именно в проституцию. Рассказал начальник управления ГУР МВД. В кризисных центрах по реабилитации людей, подвергшихся насилию, говорят, что добиться наказания организаторов, сутенеров, вербовщиков весьма сложно. Сексуальное рабство – это большой бизнес. Там большие люди и большие деньги, утверждает директор кризисного центра СИЗИМ ВЫБИСАРА Рыскулова. Доказать очень сложно. Вот, ну, например, несовершеннолетние девочки были вывезены в Турцию. И мы не смогли доказать, потому что, знаете, у них было 4 адвоката, кто отправлял. Ну, по-простому, говорят, сутенеры. Очень большие деньги. Рассказала она. Каналов и способов вывоза людей за границу существуют десятки, говорят как оперативники, так и гражданские активисты. Обманным путем вовлекают в трудовое рабство, обещают платить зарплату, а на деле насильно удерживают и заставляют работать. Общественный деятель Токтайму Металиева рассказала, почему, по ее мнению, так происходит. Защиты никакой у нас нету. Нет законодательной защиты. Потом, эта система поставлена на организованную такую систему. Здесь заинтересованы и работники МВД, и миграционные службы. Это большой клубок коррупционных действий. И предумышлено бездействие властных структур. Например, даже если по таким фактам написать заявление нашего РОВД, никто реагировать на это не будет. Говорит у Металиева. Весной прошлого года общественность была ошарашена новостью о внезапном исчезновении 18-летней Амины Мамажановой. Позже вести о ней пришли из Сирии. По словам матери, ее завербовала подруга. Именно она в честь совершеннолетия подарила ей хиджаб. Но на следующий день девушка пропала. Если суммировать все истории, то обычно девушкам обещают работу в Турции и зарплату в несколько тысяч долларов. После они попадают в Сирию. Их насильно выдают замуж за боевиков. Согласно законам нашей страны, наказание за торговлю людьми может достигнуть до 20 лет лишения свободы в зависимости от тяжести совершенного преступления. Но на деле эти законы работают не вполне эффективно. В МВД признаются, что дела, связанные с работорговлей, труднодоказуемые, и довести их до суда сложно. В этой связи оперативники намерены поставить заслон внутри страны, максимально перекрыть кислород для вербовщиков. Законодатели с такими предложениями согласны. Депутат Абдаманаб Кутушев считает, что законодательные изменения назрели давно. Конечно, изменения не нужны, потому что сейчас вообще мир и меняется. Жизнь становится как-то по-другому и сложнее становится. Особенно с развитием социальных сетей, Facebook, Одноклассник и так далее. И неподконтрольная информация очень сильно распространяется. Надо следить за всем этим. Мне кажется, если правительство выступит с инициативой, законодательно какие-то изменения выносить, надо их поддержать. Бороться с трудовым рабством в 21 веке трудно. Ведь как только милиция начинает разбирательство, потерпевший, оказывается, сам согласился на это, имея большие долговые обязательства. Какие только истории не были, схемы используются одни и те же. Поэтому активисты НПО сходятся во мнении, что нужна информационная кампания на уровне государства. Граждане должны знать о том, что их могут обмануть. И перед тем, как выехать за рубеж, нужно четко знать о своих правах. Искандер Алиев, IWPR. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR ради Института по освещению войны и мира следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами. Мирим Астаналы. Услышимся. Продолжение следует...